Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу дать вам совет, как избавиться от предубеждения, связанного со словом «коммунно» и таким понятием, как «коммунизм». В своем недавнем послании я уже объяснил вам, почему представители глубинного государства демонизировали это понятие и представляли людям коммунизм как тоталитарный режим, лишающий людей свободы и во всем ограничивающий их возможности. На самом деле все это свойственно им самим, но они умело маскируют это за красивыми словами и пропагандой мнимой свободы, которая зачастую выливается в распущенность и всевозможные пороки. К чему в конце концов это привело? Вы уже прекрасно знаете, все традиционные общечеловеческие ценности не только попраны и до неузнаваемости извращены, но и представляются людям как нечто ненужное и отжившее. А ведь, несмотря на все усилия глобалистов разрушить изнутри моральные устои в коммунистических странах, им удалось это только отчасти. И в большой степени этому оказалось подвержено молодое поколение, которое как на наркотик подсадили на социальные сети и информационный мусор, коим полом сейчас интернет. Что же касается старшего поколения, то оно оказалось более стойким, поскольку, несмотря на все издержки коммунистического строя, неизбежные в дуальном мире, оно помнит те времена, когда люди жили высокими идеалами, а не погоней за престижной красивой жизнью, каковой ее представляют в капиталистических странах. И хотя многие их идеалы были разрушены, память о них сохранилась в их подсознании, так же, как и воспоминания о том, когда все люди жили хоть и небогато, но относительно равных условиях. А если некоторые в чем-то и превосходили остальных, то только в своих заслугах перед обществом, за счет своего таланта и способностей. К сожалению, дуальность мышления является сдерживающим фактором в развитии коммунистического общества, так же, как и человеческие слабости, свойственные обитателям низковибрационных миров. Но все же попробуйте соединить в своем воображении коммунистические идеалы, к которым так искренне стремились люди, и новое высоковибрационное пространство, в котором скоро окажется ваша планета. Представьте себе, что все препятствия, связанные с пребыванием человека в трехмерном мире, устранены и коммуны, созданные людьми уже совсем с другим мышлением и другим уровнем вибраций. Множатся по всей земле, постепенно отвоевывая себе пространство и создавая новый социальный строй под названием коммунизм. И уже никто не посмеет демонизировать это созидательное и справедливое общество свободных людей, поскольку глобалисты и их приспешники уже не смогут существовать на земле, где царят энергии пятого измерения, и живут люди, чьи вибрации находятся на одной с ней волне. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта